привет дорогая семья и так сегодня будет очень интересное видео так как я хочу открыть новую рубрику и назвать ее спорные вопросы именно в этой рубрике я хочу адресовать и касаться топиков которые очень спорны то есть здесь я не буду отвечать на вопросы такие знаете повседневные вопросы то есть меня это не интересует меня интересуют вот эти самые злободневные самые то что вопросы глобального порядка только те которые разделяют целые динаминации целые учения то есть на то есть такого очень глубокого очень такого щепетильного характера да сразу предупреждаю всех и говорю что звучать будет абсолютно мое мнение мое мнение основано на личном опыте личном знании библии личном хождении с богом я всегда говорю что когда я говорю что это мое мнение это не является истиной окей истина есть бог и вы должны истину черпать от него я говорю что это мое мнение которое может меняться с возрастом. И такое уже было. Ты зарастешь в духе, твои младенческие какие-то понимания отсеиваются, и ты начинаешь понимать немножко вещи по-другому. Поэтому сразу хочу дать вот эту платформу, и чтобы не было там каких-то споров, там, да, это ересь, там, это еще что-то. Это не может быть ересью, так как это не утверждается, что это истина. Это... Здесь будет, да, естественно, основаться все на слове. Мы будем с вами читать места из Библии, я буду говорить мое мнение. Но это есть мое мнение. У вас есть ваше, вы можете в комментариях его оставить. Естественно, с уважением, с почитанием другого мнения, без, знаете, без вот этих всяких наездов. Оставьте свое мнение. Итак, первая тема. Мы идем в нее. Я ее назвал так. Может ли верующий быть одержим бесами? Спорнейшая тема. Ух, я не знаю, сколько, сколько живу, столько слышу, вижу и переживаю споры. В этой теме сразу скажу, дорогие, я очень-очень сведущ, так как мы занимаемся девятнадцать лет, освобождением людей от демонического зависимости. От демонической зависимости, от проклятий, от родовых, от собственных, от заслуженных поступками определенными. И здесь мы, давайте сегодня углубимся в эту тему. Не просто поверхностно там, а не может быть, а может быть. Нет, давайте углубимся в эту тему. Действительно разберем этот щепетильный, спорнейший вопрос в теле Христа. Итак, вы знаете, в сегодняшних церквях проповедуются длинные проповеди, мнения, высказывания и утверждающие, что христианин может быть угнетен, в депрессии, он может быть подавлен, человек может быть не в себе. Они говорят, что у него могут быть плохие привычки, но ни в коем случае не одержим. Окей? Вот это одна из основных доктрин, которые сейчас мы объясним, на чем она основывается, и потом я преподам свои моменты, уроки, опыт и так далее. Многие верят в то, что бес может быть вне христианина, это большинство людей, угнетая его, но не может быть внутри его. Окей? Причина, по которой они заявляют и защищают вот эту позицию, что верующим христианином человека не может внутри его находиться какой-то дух, заключается в том, что Иисус и Святой Дух, вот это вот первое, то, что я слышу всегда, сплошь и рядом, Иисус и Святой Дух не могут жить в том же самом теле, в котором живут бесы. Интересно, аргумент хороший, сейчас мы его разберем. Проблема же была в том, что их опыт, скорее всего, дорогие, отсутствует, они не имеют опыта, и их опыт не согласовывается с реальностью. То есть, я вам расскажу, как человек, если у кого-то есть сомнения в том, что перед вами стоит человек, который может говорить об этом топике, я могу дать ссылочку на, скорее всего, я ее пристегну, наверное, внизу, на десятки тысяч свидетельств, именно наших свидетельств, не каких-то людей, наших свидетельств, людей, которые прошли через наши встречи с Богом, мы их называем энкаунтеры, столкновения с Богом, как угодно, где из людей выходят демоны и бесы, окей? И там массы, массы, массы свидетельств. Массы, не просто чуть-чуть. И вы можете сами для себя пройтись по ним и убедиться, что люди говорят и что происходит на встречах с Богом. Хорошо? Поэтому как бы сразу объясняю, что здесь есть абсолютная реальность, которая конфликтует вот этим бытовым мнением, что в христианине бесы не могут жить. Когда мы проводим наши энкаунтеры или вот эти наши выездные ретриты, мужские, женские, молодежные, да, в них есть часть служения освобождения. Мы часто молимся за людей, которых знаем, подчеркиваю, мы знаем, что эти люди, рожденные свыше, исполненные святого духа, молятся на ином наречии, они любят Бога, поклонники читают Библию, но у них по какой-то странной причине проявлялись и проявляются демоны. На каждом энкаунтере мы сталкиваемся с этим. Что это такое? Давайте сейчас разберем. В Библии Иисус говорит нам изгонять бесов, а не прогонять их. Заметьте вот этот момент. Написано, будете изгонять бесов. Это значит, Иисус нам говорит, что мы будем кого-то от чего-то освобождать. Прогнать, да, само слово прогнать, тут оно не работает. То есть нигде не написано, что просто отгоните беса. Написано, будете изгонять. Само слово из, да, как бы, сам вот этот корень. Это из чего-то мы что-то вынимаем и выбрасываем, да. Очевидно, чтобы что-то вышло, оно должно там уже находиться внутри изначально. На основании личного 19-летнего опыта, ребят, просто вот хочу объяснить мою позицию. Перед вами не просто голые слова. Я абсолютно убежден не только в том, что христианин может иметь бесов, но и в том, что есть бесы, которые действуют в сфере богословия и доктрины, поощряя людей к бесконечному спору и обсуждению доктрин, вместо того, чтобы отвечать на нужды страдающих людей, исцелять, изгонять бесов, другими словами, проповедовать Евангелие. То есть у нас, наверное, ты в церквях больше найдешь споров, есть бесы, нет бесов, чем реально подойти к человеку и начать молиться за него, возлагать, исцелять, благословлять, изгонять бесов и так далее, приказывать бесам выйти. И у нас, скорее всего, больше вот это процветает, чем само служение людям, которые нуждаются. На самом деле, вот это духовные, вот эти демоны и бесы помогают продвигать учение о том, что христианин не может иметь бесов. Им это выгодно, потому что, оставаясь скрытыми, они приобретают силу. Им выгодно, чтобы христианин был вот занят, да, одержим или демонизирован, да, как бы части христианина заняты. Сейчас мы это, сейчас мы это коснемся. Сейчас будет самое интересное. Не вздумайте сейчас уйти. И им выгодно, потому что масса людей сидят в церквях, которым нужно реальное освобождение, реальная помощь. И они это знают. Но их убедили, что у тебя их нет. И, конечно, кому выгодно, чтобы массы, целыми динаминациями люди сидели под одержимостью, сидели в демонизации, будучи заняты, будучи определенной части христианина его жизни заняты. И, естественно, все это скрыто, спрятано. Отчего? Все нормально. И, естественно, бесы побеждают. Естественно, тьма царствует, потому что существует вот эта доктрина. Но, опять же, говорю, дорогие, на основании многих тысяч освобождений в центре трансформации мы и вся наша команда, у нас большая команда мужская, женская и также молодежная, мы можем с вами, мы можем убедительно вам доказать, что люди, с которыми мы работаем, основная часть из них подавляющая, это люди, которые даже с детства, третья, четвертая род род христиан, люди, которые отдали свою жизнь в раннем возрасте, люди, которые водное крещение приняли в раннем возрасте, люди, которые были крещены Духом Святым со знамением говорения на иных языках, что-то у них начинает происходить. И, опять же, говорю, подождите, сейчас мы все по полочкам разложим. Откуда это? Что это? Что это за сферы одержимости и демонизации, которые могут быть и жить в христианине. Они могут беспрепятственно совершать свои разрушительные дела, находясь в церквях, в которых не верят в то, что христиане могут быть демонизированы. Кто-то может утверждать, что верующие не могут быть одержимы, но факт остается фактом. Рожденные свыше христиане, включая лидеров, переживают серьезные трудности, которые невозможно объяснить естественным немощами или бесконечным конфликтом между плотью и духом. Есть вещи, которые, мы же работаем постоянно с людьми, которые говорят, пастор, я сделал все возможное, все, что только можно, и пост, и молитва, и до того, что я закрывал себя дома и убирал все, и я не могу победить это. И, естественно, мы предлагаем этому парнишке поехать на встречу с Богом, и открывается, что у него оказывается родословное проклятие блуда, проклятие вот этой похоти, и демон выходит, парень получает освобождение, потом женится, и у него уже очень много лет прекрасная семья, никакой, даже никаких намеков на похоть и вот это извращение, сексуальное извращение, там была очень серьезная проблема у парня. То есть абсолютное освобождение. И самое интересное, что он это не заработал, сейчас мы это коснемся, это пришло к нему из определенных, от определенных предков. И опять же, откуда мы это знаем, демоны при выходе нам говорили, какие двери открыты. То есть мы их заклинали именем Иисуса Христа говорить правду, к этому подождем попозже, и они нам говорили дверь, через которую они зашли. А оказывается, они заходили еще из прапрадеда, который совершил определенные функции. И когда мы ему рассказывали, когда мы приводили в чувство, он приходил в себя, мы ему говорили, вот эту дверь закрывай, вот эту дверь закрывай, и он закрывал, отрекался, просил прощения. И потом демон не имел больше легального права, и он покинул этого человека. Опять же, это уже более практика. Сейчас мы просто о теории давайте. Факт остается фактом. Христиане, включая лидеров, переживают очень серьезные трудности. Духовное давление настолько сильное, которое невозможно объяснить плохой привычкой. Невозможно объяснить просто духовным давлением. Есть что-то серьезнее, с чем нужно разобраться, и очень серьезно. Пришло время признать, дорогие, что мы имеем дело с реальными людьми, у которых есть реальные проблемы, и что Бог нас спас не для того, чтобы нам спорить о доктринах. Не призвал он меня, вот спорить, верующих нет, бесов верующих нет. Я просто привожу. Мы просто каждый раз, мы привозим массу людей на энкаунтер, и я не спрашиваю, ты верующий или не верующий. Мы начинаем связывать демонов и бесов, бесы начинают орать в людях, мы начинаем изгонять. Я не привожу человека в себя и говорю, как тебя зовут, Андрюша, а тебя, как Сережа, а вы верующие и неверующие? Да все они верующие. Все они дети верующих, родители. Редко-редко неверующие люди вообще попадают к нам на встречи с Богом. В основном мы работаем с контингентом людей, которые поколениями в церквях, да, поэтому понимайте, откуда все это двигается, да, идет. Бог нас спас не для споров. Он нас спас, чтобы мы помогали страдающим и раненым людям. Поэтому я молюсь за исцеление, я изгоняю бесов, а не доказываю, не разговариваю. Наверное, ты не полностью верующий, наверное, ты не нас по-настоящему покаялся, наверное, ты... То есть я этими вещами не занимаюсь. Я вижу проблему, я ее адресую, окей? Когда вы вступаете в контакт с кем-то, кого контролируют бесы, ответ на это изгонять бесов, да, а не спорить о том, христианин этот человек или нет. Поэтому мы этом в центре трансформации не занимаемся. Мы занимаемся реальным изгнанием бесов из людей. А это тело полуверующее, полностью верующее или какое-то там в процессе верующее, меня это не интересует. Мы интересуем на то, что человек, ты принял Христа как спасителя. Эта территория принадлежит Иисусу Христу. Теперь Иисус Христос полностью может наводить на ней порядок, окей? Ответ в том, семья, чтобы помочь человеку, а не сидеть, доказывать и разбираться в теологии церкви, в которую он посещает. И у нас это тоже на энкаунтерах есть. Люди сами удивляются, потому что они всю жизнь верили и их всю жизнь с кафедры учили, что в христианах нет бесов. И тут через него демон разговаривает. И потом мы приводим его в себя, а он без сознания был. Все 10 минут, которые бес через него говорил, он был без сознания. И демон нам рассказывал о родословном переходе из дедушки, с прадедушки в дедушки, с дедушки в отца и потом в него. То есть как бы и мы раскручиваем двери, вот эти все, да, как бы, ну опять это все технические вещи. Тем, кто освобождением занимается, вы знаете, о чем я говорю. Тем, кто не занимается, вам оно, скорее всего, и не надо. Итак, одержимый или демонизированный? Что такое вообще термин одержимый, демонизированный? Давайте немножко поговорим насчет этого. Я помню время, когда до входа в служение, знаете, я тоже был наивным христианином, я тоже был таким же, конечно, верующих не может быть, как это, как это я вот тут отдал свою жизнь Иисусу, этот храм Иисуса Христа и не может быть, знаешь, и тоже, я помню это время, я верил, я доказывал даже людям, будучи молодым христианином, что нету верующих пиасов, это территория Иисуса Христа. Сейчас мы объясним и это. У меня тоже было такое ошибочное представление о том, что христиане не могут быть одержимы, в них не может ничего жить. Одержимость абсолютно не означает, сразу предупреждаю, что христианин может быть полностью во власти и под контролем дьявола, такого быть не может. Поэтому само слово одержимость немножко нам преподано неправильно, интерпретировано неправильно. Оно подразумевает о полной, тотальном захвате человеческого тела, ума, души, но этого же нет. Даже гадаринский одержимый, помните, когда Иисус пришел в ту местность и в той местности никто туда не ходил. Почему? Потому что эта местность была под контролем человека, который был одержим легионом демонов. И там был разговор у Иисуса с этими бесами и освобождение этого человека. При всем том, что он был во власти огромного количества демонов и бесов легиона, это не помешало ему своей собственной воле прийти и прийти к Иисусу, зная, что этот человек может ему помочь, эта личность может ему помочь. И получается, что у тебя есть твоя воля, которая не может быть тотально под контролем. То есть у тебя всегда будет воля прийти к Иисусу и попросить о помощи. Ты не можешь, человек не может быть полностью занят демоном. Мы говорим о христианах, я сейчас не говорю о неверующих людях, это отдельная тема. Почему? Потому что, во-первых, ты принадлежишь Иисусу, во-вторых, у тебя есть твоя Богом данная воля, да? И следующий момент, вот это вот слово одержимое, это неудачный перевод, неудачная интерпретация перевода, потому что оно подразумевает полное обладание. А мы знаем, что дьявол не может владеть христианином. Вот тут я сразу скажу, не может полностью сатана владеть христианином. То есть иметь полный контроль над ним. Другими словами, если бы мы освобождали вот эти массы, массы людей от демонов и бесов разного уровня, были одержимости очень сложные, занимало, наверное, около двух дней, чтобы человека полностью освободить. Там были очень серьезные родовые проклятия, там и с колдовством связано, да? То есть, но мы знаем, что если бы бесы бы имели полный контроль над этим человеком, да, христианином, то он бы, во-первых, не приехал на эту встречу с Богом. Потому что бесы-то знают, что сейчас с ними тут сделают, окей? И честно сказать, я ненавижу этих тварей. Я их рву на куски, я их, где вижу, изгоняю. То есть, как бы, для меня одна цель не разбираться, ты верующий или ты полуверующий. Мы задаем правильные вопросы, и на эти вопросы реагирует или демон, или человек. И мы видим, если человек под определенным контролем или под определенной демонизацией, да? В Библии нет такого отличия между быть одержимым и быть демонизированным или угнетенным. В Библии нет этого различия. Сразу здесь перевод немножко. Это означает, что человек в той или иной мере находится под влиянием беса, окей? То есть одержимый, сразу поймите, это слово, да, оно такое резкое, но оно подразумевает не полный контроль, а о том, что какая-то часть твоей жизни удерживается, не вся жизнь, не все тело. Определенная часть твоей жизни удерживается и контролируется демонами и бесами. Лично у меня нет никаких проблем со словом одержимый, просто нет, как у других христиан. На самом деле для меня это слово просто определяющее, как бы, что есть сферы, которые нуждаются в работе. Когда я посмотрел значение слова одержимость в словаре, я обнаружил, что оно значит занимать, то есть как бы контролировать, то есть определенную сферу. Не все, не иметь полную власть, а именно занимать. Я утверждаю, что если бес занимает твой большой палец, он владеет этим большим пальцем, да? Это не значит, что он владеет твоим духом, твоей душой и твоим телом. Но если он занимает хотя бы маленькую часть, например, физический орган в твоем теле, как это делает дух немощи, то это одержимость в какой-то мере. То есть, к примеру, дух немощи, да, из которой Иисус изгонял из одной женщины, дух немощи. Там четко было изгнание беса, да, изгнание демона. То есть люди были скорченные, скрюченные, там, горбатые, вот это все. То есть это иногда вот этот демон, хотя это дочь, дочь Бога. И если вы внимательно задумаетесь, то Иисус-то изгонял бесов из Израиля, из детей Бога. То есть все эти люди были как бы, ну, можем так сказать, спасены, да, как бы принадлежали Богу, можем так сказать. То есть он служил детям Израиля, он даже не ходил в те места к язычникам, где потом ученики пошли. Он служил народу Бога. Здесь сам момент, вы должны понять, что кому Иисус уже служил? Он уже служил детям Бога. Он уже служил тем, которые принадлежали по закону, уже дети Авраама, то есть и так далее. То есть Иисус-то служил как бы людям, принадлежащим Богу. И тут уже нужно понимать многие вещи, да. Итак, это не означает, что демон владеет твоим духом. Сразу хочу объяснить вот этот термин, который многие не понимают. Где же живет бес? И вот это первое, что... Кстати, на самых первых энкаунтерах мы сразу это узнали. То есть мы сразу не поняли. Естественно, собрались большинство верующих людей на энкаунтер, и тут началось. Такие начались кувырки. Четыре мужика, одну девочку не могут удержать. Ох, я вам бы истории, брат, сказал бы, какие у нас истории были. Может быть, когда-то до этого доберемся. То есть четыре мужика не могут удержать. Каждый мужчина держит по руке, по ноге. И вот эти четыре мужчины не могут удержать одну девчонку, которой 16 или там 17 лет, я не помню. Это было жесть. Почему? Потому что в ней было что-то, что невозможно было. Это была девочка верующих родителей, которая там пела для Господа, стишки рассказывала. И мы тут смотрим, тут глопык, и такое начинается. Ой, что я видел и что я слышал. Рассказать бы это. То есть и здесь нужно понять, что демоны не обладают твоим духом. Когда ты рождаешься свыше, вот где христианин действительно имеет привилегию, когда ты рождаешься свыше, твой дух возрождается и становится абсолютной частью Бога. Теперь Иисус и Дух Святой живут в твоем духе. Но твоя душа и твое тело продолжают оставаться под определенного рода угнетем и нуждаются в очистке. Это как ты идешь и покупаешь дом. И когда ты купил дом, только тогда ты можешь начать его очищать. Никто из вас по дороге не проезжается и не говорит, покажу ли я траву вот здесь. Или крыша какая-то такая, знаете, ну ветхая, починю-ка я крышу здесь или починю заборчик здесь. Такого никто не делает. Ты начинаешь чинить дом после приобретения его. То есть когда Бог приобретает твой дух, вот где начинается твоя трансформация. Как только Богу принадлежит дух, другими словами Бог не работает не на своей территории. Это сразу. То есть у нас даже на инкаунтере в основном многие получают освобождение от бесов прямо около креста, где они становятся на колени и говорят, что Иисус, я принимаю твою кровь спасающую, я принимаю тебя как личного спасителя и я посвящаю тебе сейчас полностью мою жизнь до конца, я твоя территория. И там начинается освобождение. Другими словами, как только ты приобрел, да, как бы вот эту вот машину, как только она стала по документам твоя, только тогда ты можешь начинать ее чинить, работать, убирать. То же самое в духовном мире. Бог не работает с тем, что если мы не отдали ему. То есть отдать жизнь, Бог не может забрать ее, Бог не насилует и он твою волю не будет нарушать. Ты должен жизнь ему отдать. И когда ты ему отдаешь свою жизнь, только после этого Дух Святой, входящий в тебя, получает полное право наводить там порядок. Но тебе нужно адресовать эти сферы. Тебе нужно позволить ему залезть в этот шкаф и навести в этом шкафу порядок. Тебе нужно позволить ему, да, Господь, теперь ты можешь пойти на мой задний двор и там почистить все. Теперь ты можешь починить мой забор, мои принципы, мои, то есть как бы и так далее. То есть целый процесс, поймите, процесс, когда ты рождаешься свыше, ты не чист, не свят, то есть процесс только начинается. И вот здесь, где многие люди, у многих людей конфликт, да, как бы, как я же Божий. Ничего не говорит, все нормально, твой дом купили, все нормально, ты Божий. Хотя у тебя сейчас там и крыша течет, да, как бы в кавычках, и у тебя там забор упал, то есть кто хочет, заходит, выходит. У тебя задний двор абсолютно заросший, там тайные вещи, с которыми нужно еще разобраться и грехи, которые нужно еще исповедовать, да, но ты уже Божий, ты уже спасен. Даже если что-то с тобой сейчас случится, ты Божий, не переживай. Другими словами, этот дом уже принадлежит, у него есть хозяин, окей, и вот это наша с вами цель, не разбираться верующий, не верующий, а чей ты, да, как бы, кому ты принадлежишь. Действительно, почему, почему Иисус сказал, да, Никодиму, что, ну, если не будешь рожден свыше, не можешь, да, увидеть, не можешь войти, не можешь стать частью, почему нужно необходимо рождение свыше, потому что после этого ты становишься моим, а когда ты мой, то я буду вести тебя к полному очищению и освобождению, то есть вот это важно знать, чей ты, приобретен ли ты кровью, и может ли Иисус легально начать работу на приобретенной его кровью территории, то есть вот это нужно понять, да. Итак, если, например, дух немощи, да, дух немощи – это болезнь, болезнь, он, он живет в теле, живет в теле, значит, это может быть считаться определенного уровня одержимостью. Опять же, есть уровни, разные вещи. Ты заработал, на тебя, например, наложили проклятие, да, которое ты заслужил. Кстати, некоторые люди говорят, не сработает проклятие, дайте я вас поправлю. Заслуженное проклятие, заслуженные вещи, если ты что-то сделал, и кто-то, и кто-то этот аргумент, то есть если демоны этот аргумент представили перед Богом, и ты не покаялся и не развязал эти узлы, другими словами, ты не изменил свою позицию по отношению того, что ты сделал. Это называется в духовном мире легальная открытая дверь. Почему я это знаю? Потому что большинство бесов, с которыми мы разговаривали в этих людях, они нам именно рассказывали вот эти истории. Ох, я рассказал бы истории, которые мне демоны рассказывали. Боже мой, это отдельная книга. И они нам рассказывали, как они входят. Они рассказывают, что человек переживал в этот момент. Они нам рассказывают, я помню один раз демона изгоняем, и демон проявляется и говорит, а мы не выйдем. Я говорю, что это значит? Он говорит, он около креста не отдал свою жизнь. И я такой, воп. Вы знаете, мы-то думаем, что мы работаем сейчас с человеком, который, опять же, я говорю, что это был человек, верующий человек, с верующей семьи. Но он не был, он не отдал свою жизнь, он не посвятил свою жизнь. Он ко кресту вышел, постоял, но он не имел это в виду. И бесы, живущие в нем, это знали. И когда я помню, я говорю, выходи во имя Иисуса. Он говорит, я не выйду. Я говорю, почему? Он говорит, потому что он не отдал. Он, говорит, играет в игру. Бес сдает его. Представляете? Мы приводим парня в порядок. Мы говорим, дорогой Сереженька или Андрюшенька, приди в себя. Почему? Мы говорим, почему ты лжешь? И ты действительно не отдал жизнь Богу, а ты просто сделал вид и сыграл на публику. Парень испугался. Ребят, настоящее число. Парень испугался. Откуда вы знаете? Мы говорим, бесы, которые в тебе сейчас тебя слили, они тебя сдали. И получается, что когда мы приводим его потом в порядок, я говорю, и мы ему говорим, ребят, мы не шутим с людьми. Мы говорим, мы не будем с тобой работать, пока эта территория не будет принадлежать Иисусу. И здесь он срывается в слезах, рыдает, кричит, простите меня, Боже, прости меня, я не хочу так жить. По-настоящему отдает свою жизнь Иисусу. В слезах начинает кричать, Бог, я больше так не хочу жить, мне это надоело, это проклятие. То есть он утаил этот грех. Он не захотел его исповедовать. Он хотел его удержать. Он даже вышел с толпой ко кресту, но он никогда не имел в виду, что он делал. Поэтому у Бога неважно твое хождение в церковь, сидение на лавочке и пение песен. Для него важно, в каком состоянии твое сердце. Ты его? Ты продан ему? Ты отдан ему? Посвящен ему? Ты его действительно? Или ты играешь в эту игру? А не заметите? А не понете? А я сюда пришел, уеду? И естественно, как обычно, его записала мама, которая устала от проблем. Знаете, как запись на энкаунтер иногда идет? Вот возьмите моего сына, вот поработай не над ним, пришлите уже нормальную отредактированную версию. Так не работает. Человек должен сам захотеть. И получается, когда этот парень пришел в себя, в слезах раскаялся, бес вышел с легкостью. Мы потом говорим, а теперь ты, мы называем и духов по имени, которое, то есть имя беса, это функция, которой он грешит через человека. Мы называем это имя, бес проявляется, и мы говорим, а теперь ты должен выйти. Бряк-бряк, квак, и вышел. Все. Никаких. То есть они не могут больше легально одержаться. Поэтому тоже знайте вот эти вещи, очень важные вещи именно в процессе освобождения. Знание того, что христианин может быть одержим или быть демонизирован, находиться во власти бесов в какой-то своей части, вызывает вопрос, есть ли какие-то запрещенные для бесов участки? Интересный вопрос. Вот где можем мы подойти к согласию в том, что Иисус и Святой Дух живут, могут и живут в человеке, который в то же самое время нуждается в освобождении? Сто процентов. Почему? Потому что они занимают совершенно другую сферу жизни. Дух Святой и Иисус живет в моем возрожденном Духе. Но моя душа и тело абсолютно может быть демонизировано и может быть одержимо в определенных сферах, удерживаться в определенных сферах и под контролем какого-то Духа, который Иисус хочет тебя освободить. Но я опять повторяю, это не ведет тебя в ад. Ты спасение не потеряешь из-за этого. Ты просто должен быть в процессе, но ты, твоя душа, твой Дух, Он спасен, Он рожден свыше. Ты принадлежишь. Ты принадлежишь Иисусу. Нам помогло разобраться в этом вопросе знание того, что каждый человек состоит из трех частей. Итак, каждый из нас троичен. Мы это знаем, с детства знаем. Библия четко об этом говорит. О том, что каждый человек троичен состоит из трех частей. Духа, души, тела. Когда Иисус входит в жизнь верующего, Он входит в Дух человека. И вот здесь важно знать. Иоанна 3, 6 ясно говорит нам, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа, с большой буквы, прочитайте это место, есть Дух. То есть то, что рожденное от Духа, оно Дух есть. Как только ты рождаешься от Духа, это становится частью Царства Небесного. Твой Дух рожден от Духа. И ты становишься Его территорией. И вот отсюда, семья, работа в твоей жизни начинается. Религия получается работать с тобой. Смотрите, какое заблуждение религии. Религия с тобой работает из внешнего двора во святое и потом пытается зайти во святое святых. Бог начинает все наоборот. Он входит в твое святое святых, в Дух, и он начинает потом вычищать твою душу. Это святое, да, как бы чувство воли, эмоции, привычки, наше мышление, ум, да, как бы все вот это наше состояние. И потом он доходит до тела, до внешнего двора. И вот это называется правильное вычищение. То есть как бы из святого святых во святое и потом во внешний двор. А у религии у них все начинается наоборот. У них начинается все с внешнего двора. Они пытаются убрать твои привычки, даже не разобравшись, рожден ли ты свыше. Даже не дойдя до смысла того, принадлежишь ли ты Иисусу Христу. Не делай это, не делай это, а он идет и делает. Не говори так, не блуди, не греши, не хури, не колись, не торчи, не нюхай. То есть не может это работать так. Почему? Он себя своей силой воли сожмет, знаете, как бы возьмет себя в свои руки на неделю, на две. Ну потому что твой дух не принадлежит Богу. Вот почему нужно сначала рождение свыше, как работает Бог, да, и потом прогресс идет в душу и в тело. Не из тела, а потом в душу и в дух, как работает религия. Поэтому это абсолютно неправильная методика, и она всегда венчается провалом. И поэтому в основном в религиозных церквях люди это лицемеры. Что такое лицемер? Что такое? Это человек, который, который живет двойной жизнью. Это человек, который здесь один, там другой. То есть человек живет вот в этом, в такой, да, биполярной, биполярной жизни духовной, да. Пытаясь, как бы верующим нужно быть, как бы ты же должен быть святым. А ты святым быть не можешь, потому что у тебя процесс весь неправильный. Все с ног на голову переведено, да. Итак, то есть бес не может, то есть бес не может обитать в духе человека, потому что там обитает Иисус Христос. Именно другие компоненты человеческого естества, да, твоего человеческого сущности, душа, разум, воля, эмоции и тело, это цели бесовских атак. Даже вот вспомните, если вы были под атаками бесов ночью. Вот, например, тебя демон сковывает. У меня уже целое, целое, записано целое видео на этого, посмотрите, да, как бы там я говорил насчет ночных кошмаров, бесов, демонов, атак вот этих всех, да. Удушение. Заметьте, что, что дьявол может сковать. Он может сковать твои эмоции, может сковать твое тело. Ты лежишь как бы парализованный, да, как бы, то есть ты скован, ты не можешь двинуться. И получается, но заметьте, что он не может сковать, он не может сковать твой дух, твою молитву. Твоя молитва свободно начинает течь. Ты в мыслях, даже уста тебе не надо, ты в мыслях начинаешь призывать крови Иисуса Христа, и бесы поднимаются и выходят. Почему? Потому что вот эта сфера, она не под контролем демонов и бесов. То есть лично, вот если кто-то из вас переживал вот эти ночные кошмары, удушения, вот эти все вещи, вы точно знаете, о чем я говорю. Под контролем дьявол может контролировать все, кроме духа. Потому что и дух, когда начинает молиться к Иисусу Христу, призывать его кровь, бесы покидают тебя и оставляют тебя. Потому, когда мы говорим, что христианин может быть во власти бесов или одержим, мы имеем в виду, что бес не в его духе, а в какой-то части души или тела. Вот тут нужно понимать. Чтобы проиллюстрировать эту истину, помните, что Иисус напомнил нам Иссорию про то, как Иисус вошел в храм и очистил его от воров. Это Иоанна 2 глава с 13 по 16 стих. Греческое слово, переведенное как выгнал, означает изгнать или прогнать. То есть, вот здесь важный момент. Это то же самое слово, которое использовалось в Марка 16-17, где Иисус говорил ученикам своим именем моим будете изгонять. То есть, это будете выгонять, изгонять и прогонять. Вот это слово имеется в виду. Мы знаем, что, согласно Библии, Божьи дети являются храмом Святого Духа. Коринфянам 3, 16. В Ветхом Завете в храме было три отделения, как я уже немножко сказал ранее. Три отделения. Святое, святое святых, святое и внешний двор. Это актуально для нас, как и для его храма. То есть, Божья слава, шехина или Божье присутствие, заметьте, вот его слава, где она находилась? Она не находилась во внешнем дворе и не находилась во святом. Его слава, шехина, она находилась во святом, да, во святом святых. Эта часть храма предоставляет собой наш дух. Мы знаем, что когда Иисус Христос вошел в храм, чтобы изгнать воров и миновщиков денег, вы помните, да, Иисус с бичом, с плеткой вошел и просто прогнал всех. Он прогнал из синагоги, а синагога состояла именно вот по этому контексту, да, как бы по этому концепту внешний двор. То есть, что миновщики, именно вот эти вся вот эта воры, вся эта грязь, да, вот эта нечисть, которую Иисус прогнал, они находились во внешнем дворе. Вот там они торговали, чтобы потом дали уже приобрести, что надо, людям поменять там, то есть, или продать для жертвы. И они уже шли дальше во святое, и дальше священник входил во святое святых. То есть, и вот здесь нужно понимать вот этот момент. Он не вошел во святое святых, он вошел во внешний двор, где эти злодеи проводили свои торговые операции, да. Весь рассказ представляет собой картину освобождения того, что Иисус хочет сделать в наших храмах семья. Вот это наш храм, вот он. В наших жизнях могут быть бесы, воры, разбойники, промышляющие в наших внешних дворах, телах или душах, окей. И даже когда они не могут войти во святое святых, да, в наш дух, Иисус желает их изгнать, потому что Божий храм не предназначен для дел воров. Это должно быть местом поклонения и местом молитвы. Опять же говорю, семья, все начинается рождение свыше. Выбросьте из своей головы, что когда вы покаялись и родились свыше или там крестились в водное крещение, все, теперь ты свят. Нет, твой процесс только начинается. Сейчас тебе даны теперь все инструменты для победы. Теперь тебе дано посвящение в водное крещение, да, как бы ты погружаешься в смерть его, воскресаешь, как новое творение. Теперь ты живешь для Христа, ты крещен Духом Святым, теперь у тебя есть... Кстати, приготовьтесь, следующая тема. В спорных вопросах будут иные языки. У-у-у, приготовьтесь. Там вы получите все уникальное, раскладывается все, все аспекты иных языков. То есть, ну это уже в следующей передаче. И поэтому мы с вами должны понять, дорогие мои, что вот все, что Иисус хочет сделать, он хочет начать процесс. А у христиан, у них такое заблуждение, что как только я покаялся, получил духовное крещение, водное крещение, стал частью какой-то общины. Все. Теперь держи, что имеешь. Это мне так говорили. Но это же абсолютное заблуждение. Почему? Потому что реальность противоречивает этим вещам. А потом ты начинаешь находить в себе и похоть, и желание, и зло, и ненависть, и зависть, и разочарование, и гордость. И ты такой, да что это такое? Это у христиан не должно быть. Конечно, не должно быть. Теперь начинай работать. И религия тебя держит под строгим взглядом, не дай бог, ты там согрешишь, там все смотрят на тебя, на каком-то расстоянии находишься, преломление сделал, принял, не принял, чтобы вычислить, кто согрешил, кто не согрешил. Потом к тебе братва подходит и спрашивает, что не принял преломление, что у тебя было, и давай исповедоваться на ковер, да. И там начинается вот это втыкалово. Опять же говорю, как человек, прошедший все эти братские посиделки любви, да. И поэтому нужно вот эти вещи усвоить и понять, да. Какая польза от изгнания бесов из неверующего? Еще один момент. Если бесы, если по словам религиозных лидеров и этих доктрин, бесы живут только в неверующих, тогда сама эта теория падает, как карточный домик. Почему? Потому что какая польза от изгнания бесам из неверующего, если он не собирается принимать спасение. То есть смысл духу Бога работать, выгонять, когда они все зайдут назад. Почему? Территория не принадлежит Иисусу. Кровью эта личность омыта не было. Он не рожден свыше, он не спасен. Какой смысл мне сейчас вот это мутузиться здесь и выгонять из какого-то неверующего беса? Это значит, что бес выгоняется из уже христианина. То есть вот он кается, вот он отдает свою жизнь Богу, и теперь только я получаю вместе с духом Бога разрешение адресовать вещи, которые в нем. Подумайте сами, задумайтесь, зачем изгонять бесов из неверующих людей? Такого не существует. Окей? Бог, не я, я уверен, что ни дух святой этим не занимается. Неверующий не может сохранить свое освобождение, не может, так как не принадлежит Иисусу и не омыт его кровью. На самом деле, согласно Луки 11, 24 по 26 стих, если после освобождения неспасенный человек, ну, дом остается незанятым, то есть Иисус это как притчу, да, как бы, он не рассказал это как реальную историю. Иисус рассказал притчу. Если вот человек, да, который приходит, и если он, дом, остается незанятым, да, как в Луки в 11 главе написано, то демон приводит с собой еще семь злейших. То есть зачем тогда Богу работать, если дом не занят, человек не был посвящен Богу, не был отдан ему, не был реально. То есть мы тогда делаем еще хуже. То есть смысл мне изгонять из него беса, пусть там уже лучше один сидит до покаяния, чем я сейчас выгоню, и тот придет, дом не занят, человек не отдал своей жизни Иисусу, и теперь он с собой семь братьев своих принес. И написано, для такого человека бывает последнее худше первого. То есть мы этим не занимаемся в себе. Это был пример Иисуса, что не надо делать, да, что не надо каких людей освобождать. Служение и освобождение — это право, это заветное право верующих. Как любое другое, благословение, исцеление, процветание, чудеса, знамения, все эти вещи, это принадлежит христианам, детям Бога. Оно обещано только его народу через завет. Тем, кто верит в Иисуса Христа, приходит к Богу через кровь Христа. Здесь важно вот это знать. Я уверен, что если христианин живет во грехе и по плоти, он никак не может избежать атаки влияния беса. Вот давайте зададим вопрос. Есть ли бесы? Атакуют только неверующих. Но бесы не могут, как вам сказать, бесы не могут атаковать тебя, если там нет легальной двери. У меня тогда вопрос к христианам, ко всем вам. Открываем ли мы с вами двери, совершая какие-то грехи? Конечно. И я из своей личной практики знаю, люди рассказывали, кто-то, кто-то, я говорю, как ты зашел? Он говорит, он просматривал оргии порно. Он говорит, он порно-оргии смотрел. И не просто смотрел. Поймите, есть разница, где там человек попал, искушается, присел на какое-то извращение, на сезон, потом покаялся перед Богом. Там не сразу бесы заходят. Сразу хочу объяснить, не надо прыгать, что каждый грех – это открытая дверь. Ни в коем случае. Я даже вычислил по работе, многолетней работы в освобождении, мы даже вычислили, как бесы входят. И я задаю вот этим демонам, которые в этом человеке, демоны извращения сексуального, демоны похоти. Как вы туда зашли? И на каком основании вы удерживаетесь? Первое, он говорит, он не хочет этот грех вскрывать. То есть все вы, кто сейчас слушает меня, я не говорю о том, что это в вас живут бесы. Ни в коем случае. Может, там ничего и нет. Но я говорю, есть шанс, как открывается дверь. Сейчас я вам расскажу, как открывается дверь. Эта дверь открывается вот так. Мы говорим, как ты имеешь право там удерживаться? Он же верующий, он же даже в служении человек находится. Один из них даже в служении был. Он говорит, он удерживает этот грех. Он его не вскрывает, он его не исповедует, и он его не собирается, то есть, вскрывать. То есть это тайный грех, который никто не знает, кроме него. То есть он держит его. Это первое. Это первое, как скажу, первый кандидат на открытую дверь. Если у тебя есть такой грех, сразу скажу, дорогие, пожалуйста, покайтесь, исповедуйтесь. Пригласите человека в свою жизнь, который в этой сфере, вы знаете, что он в чистоте ходит, и пусть он поможет вам от этого освободиться. Это может быть даже не бес. Ты можешь быть даже неодержим и не демонизирован в этой сфере. Ты просто можешь быть атакован в этой сфере. Поэтому, пожалуйста, закрой эту дверь. Это очень серьезная дверь. Дверей много, но это одна из них. То есть, вот это первый момент, как открывается дверь. Дверь открывается, потому что человек прячет. Следующий момент, он говорит, он, когда грешит, он не собирается эту дверь закрывать. То есть, он даже не адресует. Знаете, есть люди, которые, вот он согрешил, он сразу падает перед Богом, он говорит, господи, прости, опять не удержался, опять слабость, опять я не молился сегодня, мой дух слабый, я не могу противостоять этим похотям этого мира. И это нормальная реакция человека, который в процессе, он просит прощения. В большинстве случаев ты под защитой Иисуса Христа. Он помогает тебе, он дает тебе сил, он говорит тебе, что делать, и он постепенно ведет тебя к полному тотальному освобождению в этой сфере. Но если человек грешит, он становится, как вам сказать, когда ты прячешь этого беса, когда ты наслаждаешься этим грехом, когда ты его укрываешь. Вот это очень серьезная легальная дверь, задумайтесь над этим. Однако христианин также может находиться под влиянием беса в результате греха кого-то другого. Вот другой момент. Сразу хочу убедить вас, что вещи, с которыми мы работали, чаще всего христиане, из которых мы выгоняли бесов, это даже не их была проблема. Это проблема радословной. Это проблема того, что было до них. Ты говоришь, так как же Иисуса, как же это? Семья, вы должны понять, что хотим мы этого или нет, реальность такова. Бесы, если дверь не была закрыта прадедушкой, идет все в дедушку. Если дверь не была закрыта дедушкой, это идет все в отца. Если в отце не была закрыта дверь, это идет все в сына. Кто-то должен оборвать этот процесс проклятия. То, что ты спасен, это не говорит о том, что дверь закрыта. Дверь должна быть, как она была легально открыта, она вместе с Духом Святым должна быть легально закрыта. Это значит, ее нужно вскрыть. Человек должен попросить прощения. И, как правило, бесы нам все выговаривают. Мы приводим этого человека в порядок. Мы говорим проси прощения за то, что твой прапрадедушка изнасиловал вот эту женщину. И он просит. Снимается родовое проклятие. Снимается. И человек начинает жить чисто, свято. И его больше ничего не интересует. Как это работает? Опять же, я говорю, семья, это мое мнение и это мой опыт. Если у кого-то есть другое мнение и опыт, пожалуйста, оставьте в комментариях. Будет интересно почитать не только мне, да? Всем остальным. Например, дух отвержения или травмы может завладеть человеком, если его обидели. Если же бесы могут унаследованы из предыдущего поколения парадословной линии. То есть, они могут быть унаследованы. Когда на наших ретритах, энкаунтерах, встречах с Богом, когда спасается человек, вот он посвящает свою жизнь Иисусу около Креста, мы автоматически предполагаем, семья, я автоматически предполагаю, что не во всех, но, скорее всего, у некоторых они будут нуждаться в освобождении. И мы направляем его в этом процессе, помогаем ему. То есть, у нас есть специальные анкеты, где человек, то есть, там все, 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 то есть, по этой хорошей, хорошей анкете проходишься, и служителя, смотря тебе в глаза, задают правильные вопросы. И если там даже есть маленький какой-то бесенок зацепился, оно всегда там тявкнет, и всегда будет выгнана, дверь будет закрыта. Основная часть демонов и бесов, они даже не занимают человека, то есть, не выводят его из состояния бессознательности и начинают вместо него говорить. В основном, этот человек знает, он знает свою проблему, он знает, что он не может это победить, и он понимает, что он где-то демонизирован в определенной сфере части тела своего сознания, да, и он вскрывает, и он говорит, основная часть бесов, как ни странно, семья, как ни странно, заходит через непрощение. Вот непрощение, если вот кто-то меня сейчас спросил, да, какая самая, самая номер один дверь, по которой входят разного рода бесы. Бесы болезни, бесы проклятия, бесы вот этой нищеты, вот, 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 все вот это, номер один дверь. Я скажу, в большинстве случаев это непрощение. То есть, Библия говорит, если не простите, непрощено и вам будет. Если отпустите, отпущено вам будет. Другой, написано, вернее, Богу, своему начальнику столько задолжал, что тот его простил. Но как только тот подошел и не простил совсем немножко своему другу, написано, что все было возвращено. Поймите, что интересно, что ты должен быть настолько, то есть тебе Иисус простил, сейчас ты должен отпустить всех. Вот как только ты был прощен около креста, как только ты был омыт его кровью, Моментально прости всем. Если ты это не сделаешь, ты открываешь легальную дверь для разного рода духов и демонов поселиться в тебя и начать издеваться над тобой. И опять же говорю, любого из нашего служителя, подойдите, у нас масса служителей в церкви, которые занимаются именно освобождением от демонической зависимости. Они вам все скажут, номер один дверь, это непрощение. Поэтому даже вам сейчас, кто смотрит меня, если у вас есть непрощение, неважно, он 100% виноват, это уже не твое дело. Когда ты прощаешь, ты закрываешь дверь, ты отпускаешь себя на свободу. Чаще всего тот, кто причинил вам боль, ему плевать даже на это. И даже не жди его покаяния, тут даже не в этом дело, Бог с ним разберется в свое время. Тебе нужно снять это бремя с себя, тебе нужно закрыть эту открытую дверь. Хочешь, не хочешь, не прощая, входят демоны и приносят с собой очень серьезное проклятие. Как Библия говорит, тот не простил, потом он говорит, раз ты не простил, тогда иди. И написано, кинул его в темницу, доколе не выплатит все. Это принцип того, что над тобой будут издеваться демон, эта дверь будет открыта, пока ты не простишь, если ты не отпустишь. Поэтому очень серьезный принцип, о котором говорил Иисус Христос. Это может звучать неприятно, но помните, что в одержимости бесами не всегда виновен сам человек. Часто это проблемы предков, как я сказал. Подумайте об этом, если даже у человека великолепное родословное. Вот просто подумайте, вот сиди сейчас, Андрей, такой прекрасный человек. Откуда я знаю, что делал мой прадед? Откуда я знаю, что втайне он натворил? Откуда я знаю, что может новое произойти? Откуда я знаю, действительно ли он был христианин? Я знаю, что мой дед был христианин, я не знаю про прадеда. И вот здесь открываются моменты, насколько ты знаешь. И даже если ты не знаешь, прямо сейчас, по окончанию нашей передачи, спорные вопросы, просто стань на колени и скажи, Бог, прямо сейчас я разрушаю всякое влияние на меня от предков. Я прощаю всех, я отпускаю всех. Просто позволь Богу. Опять, если ты чувствуешь, что открыта дверь, что-то на тебя влияет, возьми этот ключ и потреби его. А вдруг эта открытая дверь из предков? И очень часто это бывает, именно эта дверь открыта. Если вдобавок к семейному греху он совершил свои собственные грехи, или же был ранен и стал жертвой каким-либо образом до того момента, как он пришел к Богу, ему понадобится определенное освобождение. Хочешь ты то или нет, понадобится освобождение. Поймите себя, на земле слишком много грязи, чтобы иметь возможность это избежать. Мы не избежим. Грязь вокруг, грязь везде. И тебе нужно четко стоять на страже своего сознания, страже своего сердца и отпускать, прощать, не принимать близко к сердцу, потому что тебя будут ранить, тебя будут атаковать. Посмотрите на комментарии, да, как бы я не успеваю выпустить какую-то передачу, там такой слив начинается. Но не в этом дело. Почему? Потому что я знаю, что это все не на меня. Я это к сердцу никогда не принимаю. Почему? Потому что, но кому-то надо на себя этот удар взять. Почему? Потому что я хочу адресовать вещи спорные, кошмарные, которые большинство избегают. Но я говорю им из опыта. Если кто-то не верит этому, пожалуйста, приедьте на наш инкаунтер, вот запишитесь. И вы своими глазами увидите, как рожденные свыше, крещенные Святым Духом, из них выходят бесы с криками, воплями. И люди получают полное освобождение. И радуются потом, живя всю свою жизнь в радости, счастье и благословении. Просто приедьте, посмотрите. Если кто не верит. Не верю, я тебе же обывал. Добро пожаловать на инкаунтер. Вот у нас целый список на нашем сайте. Записывайтесь на любой женский, мужской, молодежный. Приезжайте, своими глазами все увидите. Окей? Мы должны принять реальность того, что нам поручено служить народу Божьего Завета. И часть нашей ответственности заключается в том, чтобы дать им право на освобождение. Библия четко говорит, что в одно из наших наследий входит «и будете изгонять бесов». Почему Иисус не сказал ничего другого? Написано, я уверен, что при уходе Иисуса Христа он бы адресовал самые важные моменты. И почему? В самом последнем его молитве, в самой последней разговоре со своими учениками он упоминает эту фразу. Не только будете исцелять больных, но, говорит, все дают вам власть над всей силой вражью, и вы будете изгонять бесов. То есть вы будете исцелять больных. Кто уверует в меня, за ним будут следовать эти чудеса и знамения. Почему Иисус в самом главном, последнем, как бы своей росписи, в своей книге, он упомянул вот эти моменты. Вы будете изгонять бесов. Это значит, очень серьезная часть людей будет нуждаться в освобождении. И на том же уровне, на котором вы будете исцелять больных, вы знаете, некоторые люди говорят, о, у меня болезнь. Я говорю, тут редко найдешь, у кого болезни нет. То есть если болезнь такая распространенная, как бы, ну, проблема, а она стоит в словах Иисуса на том же уровне, что и одержимость. Это значит, что как болезнь, так и одержимость будут иметь место в церквях, и кому-то нужно с этим разбираться. Мы с этим разбираемся. Как насчет вас? Если же мы лишаем их этого, людей, которые нуждаются в освобождении, основываясь на какой-то ложной теологической доктрине, то мы отказываем им в том, что принадлежит им по праву. И мы не можем называть себя способными служителями Нового Завета. Давайте же поступать, как Иисус, дорогие, и давать хлеб детям, которые в нем нуждаются. Мы должны служить людям освобождением. Итак, могут ли в христианине жить бесы? Могут ли христиане быть одержимы? Абсолютно. И наша здесь тема не доказать, что это есть или нет, а наше право найти и изгнать. Вот и все. Хорошо, дорогие, увидимся в следующей передаче «Спорные вопросы». Приготовьте, следующее будет интересно о иных языках. Там будет очень глубоко, все по слову, все места из Библии. Увидимся с вами в ней. До свидания. Пока, родные. Субтитры подогнал «Симон»!